здравствуйте с вами информационно-аналитический сайт альтернатива и я его главный редактор андрей важен ой чувствуете вонь нет странно ведь на украине в разгаре предвыборная компания воющая нация готовится избрать своего гаранта вход пущены все средства ментальные фекалии бьют фонтанами оседая на мозгах населения поэтому и возникает впечатление что где-то прорвало канализацию украинская демократия всегда была феноменом крайне своеобразным а после победы и гидности она вообще приобрела экзотические формы зато теперь вся страна на пределе одна ее половина готовит фальсификации а другая готовится их разоблачать данные процессы протекают в рамках мощных денежных потоков замешанных на лжи подлости ненависти мерзости и предательства при каждом столкновении этих потоков украина сотрясается до основания а в этот раз претенды вообще могут друг дружку поубивать меня всегда удивлял тот способ которым укра граждане выбирают своих лучших представителей вы правда думаете что можете таким образом получить что-то хорошее давайте будем называть вещи своими именами через неделю воюющая нация определиться с индивидом которые следующие пять лет будет законно и легитимно ее грабить а возможно и убивать как вы понимаете куш велик поэтому такой движняк и истерика ну а теперь немножко о жизни трупных червей команда петра алексеевича работает сплоченно целеустремленно и не системно все для фронта все для победы очень много уже сделано но еще больше предстоит сделать в то время как оппозиция очарованная рейтингами расслабляет батоны маленькие миньоны шоколадного властелина готовит обыкновенное чудо избрание неизбираемого кандидата чтобы поле чудес стране дураков он дала хороший урожай его надо вскопать что собственно говоря сейчас и происходит пётр алексеевич уже давно контролирует большинство члена центральной избирательной комиссии включая ее председателя а на днях цик перераспределила квоты в окружных избирательных комиссиях догадываетесь в чью пользу правильно в пользу самого сладкого кандидата сейчас решается задача установления контроля над участковыми комиссиями задача непростая но благодаря десяткам технических кандидатов наштампованных петром алексеевичем вполне решаемая слава богу что в стране хватает маленьких миньонов готовых параха ботить за три копейки а чтобы все было чики-пики на избирательных участках не будет видеокамер вдруг оказалось что они не предусмотрены законом зато законом предусмотрен бюллетень длиной в метр а сами кандидаты в этом бюллетене напечатание без номеров кто не участвовал квестах тому будет трудно хотя я бы на месте организаторов сделал бюллетень размером с салфетку и запретил бы заносить на избирательные участки микроскопы пускай попробует найти в нем своего кандидата и не говорите мне что украине не хватает креатива у меня родная тетка в свое время была в секте гербалайф а потом теньши поэтому я знаю не понаслышке что такое сетевой маркетинг и в плане психологических тренингов и в плане построения пирамиды адептов миньоны петра алексеевича не стали изобретать велосипед и скрестили предвыборную кампанию с сетевым маркетингом все очень просто если продаешь свой голос получаешь денежку если уговариваешь продать своего друга или родственника получаешь две денежки если завербованные тобой индивиды приведут на продажу своих друзей и знакомых то не денежки у тебя будет гораздо больше ну а если тебе удастся к началу выборов выстроить свою индивидуальную пирамиду голосователей считаешь твоя жизнь удалась потому что геометрическая прогрессия удивительнейшие вещи и пока оппозиция наслаждается рейтингами миньоны парохоботы кропотливо выстраивать сетевую электоральную пирамиду спахивая поле чудес в стране дураков а на встречу сетевым маркетологом петра алексеевича с другого конца поля чудес идут другие миньоны парохоботы ведя за собой толпы нищих пенсионеров и малоимущих удерживание перед носом материальную допомогу времена гречки уходят в прошлое теперь на нее не ведутся даже впавшие в маразмобульки вместо гречки ярко блистает допомога причем за казенный счет за тысячу гривен измученные евро интеграции украинский электорат не просто проголосует за того за кого надо но еще и кандидату благодетелями нет сделает впрочем за тысячи электорально отдаются гибноносцы не только на украине даже в маленьком приднестровье ими торгуют как скотом ну а в крыму вообще организован рынок ксерокопии украинских фаспортов крымских татар поэтому не удивляйтесь если вдруг станет известно что десятки тысяч крымских татар на одном дыхании проголосовали за горячо любимого имя петра порошенко я вообще считаю что петр алексеевич на президентском посту существовал гениальнейшую бизнес-стратегию сперва он разорил страну и тотально ограбил население а теперь платит этому нищему населению 37 долларов чтобы она его вновь выбрала добить дальше можно было грабить ну разве он не молодец а мертвые души вы о них не забыли кто знает сколько реально на украине живых людей никто специалисты посчитав потребление хлеба утверждают что не больше 20-25 миллионов то вместе с детьми а бюллетени цик закупила в количестве 60 миллионов представляете какое открывается пространство для электорального маневра бедный чичиков просто нервно курит в сторонке а 3-4 миллиона украинских граждан которые не смогут проголосовать потому что находится на заработках в россии вы же понимаете что они не входят число симпатиков петра алексеевича вот поэтому голосовать и не будут и пускай скажут спасибо что их зарабитчанские заработки до сих пор данию не обложили ибо велик порошенко в своем милосердии а какие петр алексеевич выпасает стада спойлеров дабы превратить протестный электорат юго-востока в мелко нарезанный винегрет и и все они как один пламенные борцы с порошенко все эти мураевы вилкулы и прочие бойки я когда слушаю их пафосные речи смахиваю за глаз слезы восторга столько лет стюхивать электорат у юго-востока галинаю фуфлой и гонять не менее галины порожняк по его заезженным мозгам сможет не каждый у них получается молодцы и неважно что потом они этот электорат продадут тому же порошенко по умеренной цене голосуя в ради за нужные ему законы этим тоже надо как-то намазывать на булку не только масло но и корку зато как вся эта разнообразная оппозиция разоблачает в пете это уже не политика это поэзия такое ощущение что они даже какают пафосом а я когда их слушаю задаю себе один простой вопрос а что кто-то не знает что петел вор болтун и просто мудак оппозиция хочет чтобы за нее голосовали в благодарность всем известную информацию о пете как на мой взгляд то очень странное желание а где реальная борьба и на жизнь а насмерть с насквозь к ремпированным режимом и личным которым алексеевичем или я что-то пропустил наша славная оппозиция даже сейчас особо не напрягается наверное потому что свято верит волшебство рейтингов и все могущество американского посольства американцы действительно бдят сперва они сделали информационный вброс по поводу коррупции в ближайшем окружении порошенко с его последующей раскруткой в сми мол тырят гады бабло и подрывают обороноспособность воюющей нации после этого не спустили с поводка нацкорпус сказав ему фас затем настоятельно рекомендовали авакова во время его визита в сша обеспечить проведение честных выборов и наконец прибугнули возвращением на украину саакашвили правда непонятно как его будут вывозить страну в ящике депочке однако все это лишь тонкие намеки на толстые обстоятельства а васька то есть петька слушает да и коррупционным скандалом ему не привыкать срыв нас корпусом его предвыборного турне большого значения не имеет потому что сама турне не имеет значения не может она повлиять на электорат я вообще слабо понимаю смысл порошенковских поездок по стране с выступлениями перед массовка которую он возит с собой же какой смысл в этих театральных гастролях таким же успехом он мог бы разъезжать с концертами по мальдивам его выступления никого и ни в чем не убедят да и решать будет все не голосование а фальсификации поэтому имеет значение не то как проголосует электорат а то что будет после петиной победы связи с этим есть три предельно актуальных вопросов способна ли народная ненависть вылиться в открытый бунт насколько далеко готовы идти политические противники порошенко в случае его победы и наконец готов ли вашингтон пойти на крайние меры с целью отстранения от власти потерявшего берега петра алексеевич народ как как всегда к разврату готов но сам по себе он пустое место против фальсификации может выступить лишь хорошо организованная возможно и вооруженная сила способная физически противостоять нахрапу миньонов порошенко и только она способна поднять и намадать на свой маховик сопротивления народные массы поэтому возникает вопрос стоит ли наш точнее ваш бронепоезд на запасном пути задавить тетушками хорошо организован антипорошенковское выступление не получится тут надо будет чвк в страну завозить и силовые ресурсы сбу крайне ограничены что грецак выдаст операм дубины или автоматы звучит смешно а что делать с силовым ресурсом пана авакова после визита в вашингтон времена его вооруженного нейтралитета прошли что будет при худшем для порошенко раскладе с одной стороны его подопрет нацкорпус который в состоянии собрать по всей стране тысяч пять-шесть бойцов не считая народных энтузиастов с другой стороны около ста тысяч сотрудников полиции около пятидесяти тысяч нацгвардейцев петро алексеевича есть армия но во первых если у него смелость отдать армии соответствующий приказ а во вторых если у его генералов яйца чтобы этот приказ выполнить если резюмировать все вышесказанное у порошенко есть все шансы фальсифицировать выборы и удержать власть но и у его политических противников есть все необходимое чтобы его свергнуть фальсификация будет в этом нет никакого сомнения ее подготовка уже идет полным ходом а вот будет ли после этого свержения порошенко это вопрос точно также не ясно как себя поведут в подобной ситуации американцы желание убрать петю у них есть оно очевидно но если у них возможность это сделать этот человеческий материала виде местных аборигенов которыми они располагают крайне некачественны готовы ли они рисковать а с другой стороны если они сейчас не уберут порошенко то потом это будет сделать их гораздо сложнее и рискованнее ставки в этой игре лишь повышаются а что мешает пейте если его загонят в угол взорвать где-нибудь валютном месте бомбу положить массу народа включить истерику об агрессии агрессора и вести военное положение если они положили небесную сотню чтобы дорваться до власти что им мешает положить еще одну небесную сотню чтобы эту власть удержать это даже не война на донбассе и не прорыв через керченский пролив тут петр Алексеевич вообще ничем не рискует посмотрим до выборов осталось совсем ничего у меня на сегодня все ну и ну так ну ну